Продолжение следует... 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 когда мы можем найти химический потенциал, как элемент, который необходимо, чтобы добавить и удалить в одну частицу. Вот можно выносить такую замечательную форму, которую выводить, конечно, не нужно, потому что совершенно ясно, что химический потенциал – это есть энергия, которая потребна для того, чтобы убрать или добавить частицы, на поверхность движения. А можно... А химический потенциал... Просто энергия, энергия на одну частицу. Можно сосчитать ансамбль, можно сосчитать давление ансамбль, тем самым начать исследование термогеновичности. Если у нас температура не налевает, то мы должны решить задачу поиска минимума энергии, но уже взбешивая энергии в статистическом объеме. Трудность, с которой мы сталкиваемся, что заключается в том, что мы должны сохранять средний приемный заряд в системе на среднюю нейтральнюю. И у нас два закона сохранения, но при поиске термогеномических характеристик мы можем дифференцировать только один химический потенциал. Это для того, чтобы из этого запутка труда можно просто здесь добавить химический потенциал антиквартов, искать нужное производное и за оценку устремлять химический потенциал антиквартов. А среднюю энтропию для чего? Среднюю энтропию держать по каждой человеку. Ну, она от кладки нет. А? Да, кладки нет. Как это может быть? Ну, вы можете выбрать любые две. Давайте начнем с того. Мы можем засчитать давление от самого убедиться, что выполняется, замещая данный методомический процесс в том самом нейтральный сбор термодинамико куака в нашей системе. Вообще говоря, можно убедиться, что функциональная энергия, с которой мы не едим, это, если что иное, это функционал банка управления в принципе. Для того, чтобы это увидеть, нужно не ввести соответствующую динамическую массу куака, т.е. переписать угол спаривания через такие удобные переменные типа динамической массы куака и уровень. Ну, еще есть некий вспомогательный угол, который построен из доброй массы и, соответственно, энергии этого куака с той же массой. Нужно сделать один микроскотический шаг, чтобы увидеть, что функционал средней мерки, то есть элемент, который приходится на этот куак, ввести функционал ландара. Нужно вместо динамической массы куака ввести долгую перемену, а именно подлость динамической массы куака, задействовать вот соответствующий фон куак, который объявляет на этот куак. Тогда можно убедиться, что функционал ландарь будет выглядеть как замечательный фронт. Вот этот вот член выбрал из соображений формировки, чтобы при выключенном взаимодействии энергия на самом деле обращалась вместе. А вот этот член имеет понятную интерпретацию. У нас есть классические скопыты или скопыты динамической массы, кварки, антикварки. Вот эти единички тоже понятны, как предельное происхождение половина дает вакуумная флюктуация кварков, половина дает вакуумная флюктуация антикварков, то есть совершенно прозрачная и пакетная форма, что это такое, что это себя представляет от этого вклада. А вот это вклад взаимодействия. Он такой компактной, изящной формы написан. И беря операционное производство, мы можем убедиться, что мы должного производства распроизвелим уравнение энергетическое у нас эквако. И самое важное, беря следующее операционное производство по полностью, или по антикварти, по толпости эквако, мы получаем не вклад их антикварков, так и должность для функционала Гландарова, а еще одна важная характеристика, ну и вторая операционная производство, ну и несколько последующих. В нашем случае все кончается в стороне операционное производство. Тогда мы можем просто занимать результаты из теории фермии жидкости, и очень многие характеристики ансамбля будут выражаться через, ну, например, групповая скорость, через производство энергии по импульсам на поверхности фермины. Важная характеристика – это плотное состояние на поверхности фермины. Никакие искусственные параметры – это плотное состояние и идеалы, через которые будут выражаться очень важные такие параметры, которые характеризуют модуль сжатия, скорость первого звука, также теплопроводность. Можно показать, что имеет место аналог теории Латюджера, о том, что поток квази частиц воображаемого идеального совпадает с потоком квази частиц реальным. Ну и много-много других теорет можно показать, просто поняв, что вы имеете дело эффективно с фермишкой костюла, что вы не удивите. Я дальше покажу вот результаты сопоставления модели аналогового младения, то есть двух взаимопротивоположных морской младерии. Какой коридор вообще для значений, для вот главных физических характеристик нас ожидает вообще-то мозг подостроить на что-нибудь определенный момент. Ну вот здесь показана правая скорость, вот эта вот сплошная кривая это модель на младене вот эта штриховая кривая это с настройкой модели Келдыша на динамическую массу варта, но можно привязаться, например, не в таком ненавиданном параде, как динамическая масса, например, нормироваться на на эмирный пенезон и так далее, так далее, так далее, так далее, можем вот такую настройку или есть, на сайте Келдыша. Но вы видите, что коридор разговора значений не суть, зависит от формы церемонизации. То же самое касается его модели сжатия, скорости первого сгутка, все это имеют, все эти зависимости имеют совершенно очевидно, непонятные, непонятные, все понятно, но самое попытное убедение, что фактически мы как бы воспроизводим данные для терминативы. ну вот, небольшое отступление, очень почувствовалось, по поводу скоростей распространения возбуждений эфира 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 изл. но у нас еще есть связанное состояние плата-этиплата, и нужно учитывать еще дополнительные методы в прививционном операции. И эта простая картинка, она немножко не дефицитуется. Поскольку результаты в суть зависят от формы взаимодействия, то можно уступить таким образом. Просто посмотреть, как выглядит возбуждение, ну, скажем, модели Келлэш. Вот здесь показаны ветвь сигмонизона и римизона. При заполнении сферы Ферли мы ставим до импульса ОМО-130. А здесь показано три ветвь возможные. Есть у нас ветвь, которая связана с римизоном, и есть две ветви возбуждения, связанные с состоянием плата-этиплата. Но с точностью вот этих ветвей, теория Ферли Монтала нам дала обработку описания возбуждений. На самом деле, в результате этого учитывают еще ветви выполнены цифалусы. Еще одно можно сделать такое распределение. Раз у нас не правда такой результат, что не суть, не сильно зависит от результатов формы взаимодействия, но давайте еще поэксплуатируем локальные модели. И есть такое поведение, что влияние эмизонов, влияние эмизонов, связанных с состоянием на флаге, оно примерно находится на уровне десятых процентов. И, фактически, если работать с этим, стандартным эмизонами, и учителем терминализации, то этот эффект действительно можно воспроизвести с точностью до некоторого эффекта, который мы обсуждали. Но в нелокальных моделях есть еще одна замечательная диаграмма. Можно просто двигаться вот этим кварком по двум нелокальным точкам, и фактически вот заметать, когда три раза мы подводим, если мы рассвечем в диаграмму, и мы три раза проходим отварками, было по одновременно уже есть. Это означает, что вот здесь может реализоваться состояние, в состоянии, в котором практически должно двигаться эта диаграммическая масса. Давайте проекулировать немножко эти оборудования, сочетаем массы оператора, сочетаем соответствующую, сколько можно аналогично сочетаем эффективность у циклина, и я вам покажу результат в таком виде. Вот есть стандартный метр для диаграммака со стандартной диаграммической массой, есть, как я говорил, вот такая любопытная лимитика, следующая, с примером, утроенные динамические массы кварка. Если переверем дальше, то можно будет видеть целую башню составить, но они уже аналогически не проходят, и можно, например, подпечислены. Вот здесь представлены первые две террасли. Вот эти диаграммы, эти рисунки, они показывают корни, соответствующие формированию для возбуждений. То есть мы нашли новую ветвь для кварка, пересчитанную, теперь, соответствующую традиционную операцию для сигнализма. Вот оказывается, совершенно необходимая история для сигнализма. Вот здесь изображена действительная часть, ну, метра, соответствующая уравниваемой метрой, а здесь минимальная часть. Вот я шифровать эту картинку до конца не буду. Поэтому вот начнём с того, что вот здесь и нет никакой минимальной части, и имеется такой ракушка, где поле могут быть сигнализованным, только действительно. Действительно, вот эта ракушка, мы понимаем, раз, два, три, три лет. Вот это низкая, небольшой метр, и это примерно две геномические массы кладки, как это должно быть. Вот это вот, где-то очень тяжелое, возникновение культура или один метр, и нет никакой промежуточной. Там, где культура сливаются, там возникает минимальная часть, там все лицо становится неустойчивым, и вот еще интересно, что неустойчивым становится ветвь, которая ниже лежит, чем вот эта вот колокольная древняя древняя состоит. Ну, и тут делалось как-то немножко отлёг, а теперь вернувшись к тому геномическому описанию. Вот мы с вами посмотрели, что, как говорится описано, вот здесь показан химический потенциал, то же самое для модели Магуа-Маназиния, вот это такая, как говорили, с изгибом, а вот это для модели Келдиша. Видно, что в модели Келдиша точно так же, как и в модели Магуа-Маназиния, есть состояние почти вырожденное сглапом, здесь вот нулевая древняя плокость, почти вырожденное по химическому потенциалу. Вот ровно та же самая история имеет место и с давлением. Оказывается, есть заполненные состояния, в которых и давление, и химический потенциал одинаковые. Ну, раз у нас, собственно говоря, спермируется в свой это динамическое манавесие заполненные фазы с конечной револой плотности, тогда резонно задаться вопросом, нельзя ли построить описание переходного слоя? Ну, прежде давайте, чем характеризуется это состояние, что в них особенно. вот это состояние, здесь динамическая масса плата максимальная, примерно 300-350. Вот здесь гиральный конденциал немножечко вырождается, динамическая масса плата ниже, чем вот у этого состояния, здесь где-то 300-350, здесь где-то 170. здесь барионная полность нулевая, а здесь барионная плотность вот так, как нормальный ядерный материал. Значит, встает вопрос, нельзя ли построить переходный слой, который бы описывал переход в два третий поля? Решить эту задачу в два третий поля довольно затруднительно, но мы с вами работаем в приближении среднего поля, давайте рекомендуется оставаться, и тогда нам нужно построить интерполирующий лоденциал, который бы описывал переход вот этого состояния выхода. Задача заключается в том, чтобы, по-первых, найти настроечные параметры, зафиксировать настроечные параметры этого лоденциала, который описывает кварт, мезонный параметры, мы с вами знаем, что пламя метровновесия, кварковоциальные, он должен описываться соответствующим набором сигнов и мезонов, векторных, хотя векторов мезонных. Вот здесь какая-то часть этих параметов прописанных. То есть нужно найти, настроить параметры и, наконец, получить сами оптимизирующие решения. Вот оказывается, всю эту машинерию можно провернуть, можно найти решение этих параметров. Одно из обращающих шагов подогоний, не следует учитывать сложную, плату, а вот достаточно ограничиться с приближением тонуса клиента. Просто считать соответствующую логинцу трудности и должен выходить некую сферу и функцию подогоний. Вот все это можно провернуть, можно настроить параметры и выводы такие, что да, настройки существуют, они очень похожи на настройки, которые характерны для всем оборудов. Основные эффективности работников поверхностных условий это кэффициент поверхностного натяжения, которые общаются кэффициент энергии и толщина поверхностного натяжения. Ну, можно эти данные получить и оказывается что коэффициент поверхностного натяжения, он оказывается несколько выше, чем то, что видится в ядах. Ну, мы построили описание поверхностного слоя, то следующая задача, конечно, будет построить как решение тех самопроводов и соответствующим граничным значением. Вот здесь показаны профили соответствующих плаков капель, если поделить число на 3, то получится, что фактически все это похоже на ядро, ядро исключение, что когда число частиц квадратного метра уменьшается, то экспериментально мы знаем, что при переходе ядер ядер нормальный плотность ядерной среды возрастающей сильной, например, ядерная гелия, она примерно раза 4 выше, чем нормальная ядерная материя, а в лобороде уже десятки раз выше, а в лобороде десятки раз лучше. и вот один из таких расчетов был получен данным данным бронярским баннером и они построили тот самый интересующий нас интересующий нас значение, которое описывает как стены с приемлемой настройкой, с приемлемой описанием нормального времени, опуская детали, в общем как можно с этим существовать, сильным риском. Один из возможных вариантов, как у нас подстроить жесткий сильный рисунок. Ну и последний вывод. Если вы кладывали капли существовали в проекте, по своим свойствам они обнимали ядерную материю. мы реализовываем частично восстановление пиральной симметрии, и наблюдается смешанная фаза вакуума для нормальных условий. Вакууме у нас пиральная масса 300, там пиральная симметрия максимальная а в проекте уже имеют дефицит пиральной компенсации. вакууме и долю пиральная пирalie расширяется и Маг у пир вакууме что, наверное, так и есть, потому что это не всегда в природной материи, но на весе слабого. Но тогда что-то нужно думать по поводу сценария холмана. И последнее. Характерное число прогоняющих квадж частицы только холмана. Холмана, одинаковая, одинаковая состояние. И отличается основным гинтусом обязательного водителя Белгорода, Келгосина и соответствующим профилем в основном модели Белгорода. И в данном динамичном смысле, ватум также плотный, как в природной материи. А наше восприятие только приемного заряда, как только стематерия, может оказаться всеми же некоторыми иллюзиями, связанными с изменениями причиной одной из классов. То есть, важный будет, наверное, такой, что мы ни в плохом виде врождающихся и уничтожающихся плакать в плакатных парк, а они реально присутствуют в таком же кондиционном качестве, как и приемные. Ну, пожалуйста, здесь мы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это канал. Ну, а про химизон понятно, потому что там плохое число других. У вас 4-х плохое состояние, а здесь 2-х плохое состояние. Кстати, современные тенденции таковы, что наблюдаемый химизон, который легкий, который, скажем, 4-х плохое состояние. А что из себя представляет жесткий химизон, который необходим для бариона, это вопрос. Потому что есть еще один вариант, можно просто усиливать керальные эффекты, и тогда сигмализон останется легким и ненаблюдаемым, очень большая часть, в том числе и за счет распада керальных зона. Но за счет усиления керальных эффектов можно не гнаться за сильно, за ростом сигмализона, но обойтись с усилением керальных частот. Я хотел бы вернуться к началу. Результаты впечатляющие, поэтому как бы начало никого не интересует. Сначала там, где омега-потенциал и вот средняя плотность энтропии или просто энтропия средняя. С-средняя, да, там где С-средняя. Вот, вот сюда. И хотел спросить такую вещь. Дело в том, что омега-потенциал вообще построен. Это принцип максимума энтропии. Принцип максимума энтропии. То есть мы при максимуме энтропии берем множители Лагранжа и добавляем, фиксируем энергию, фиксируем заряд или количество частиц. Так вот, какой же у нас остается здесь принцип максимума энтропии функционал, если мы С фиксируем как сохраняющая сердечная. Давайте обратим задачу сказать, что мы будем искать энергию, правильно? Еще раз. Мы фиксируем энергию, правильно? А теперь обратим задачу. Пускай энергию мы ищем, мы фиксируем энергию. Нет, конечно, можно и так. Мы в этом, наверное, скинем. Но принцип максимума энтропии имеет под собой абсолютно идеологический базис. Это, по существу, принцип гипса о равенстве вероятности по микросостоянию. Это чисто техническая вещь, чтобы на разном уме искать среднюю энергию. Потому что среднюю энергию – это не логарифм. Вам, для того, чтобы найти энтропию, вам нужно распутать соответствующие экиппоненты. Когда вы ищете просто угол, то вам нужно сочетать матричные элементы от 4-х варкового состояния. Это гораздо проще, чем воспутывать логарифм. Вот это чисто техническая как разотома. Сережа, здесь не совсем это одно и то же. Разумеется, логарифм от оператора – это не то же самое, что, разумеется. Тут как бы требуется доказательство, что количество микросостояния, которое сидит в энтропии, и энергетические состояния – это один в один соответствия. Речь идет только о среднем. Когда мы ограничиваемся только среднами, а фриктуация не рассматриваем, эти описания не приводят. Если вы начинаете искать девиации, дельтами, то тогда в дельтах вы находите различные элементы. Пожалуйста, подъедите, да? У меня вопрос. Вы меня... Да, 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 есть какие-то вопросы. Ну, я слышу. Значит, скажите, пожалуйста, просто поясните, что ты не понял, да? Значит, в реактивизме число частиц не соприняется и там химпотенциал, относящийся к числу частиц, не допустим. Обычно это соприняющиеся к вам, что число, борьбу, онлая, стража, полный, группа, все-таки химпотенциалы соценивают, борьбу, онлая, стража. Да, потому что... Потому что вы мне ответили как-то очень странно, но я не могу понять, почему вы не ответили, что это было. Борьбу, с чем это надо соценивать? Вот этот бомбиня коммутирует с оператором числа частиц, с борьбу, поэтому вы можете работать в секторе с фиксированным бомбином. А, то есть вот коммутирует. Почему? Потому что здесь ставим ток, а вы коммутируете сами, основной компанией, ток. А, то есть у вас сохраняется как-то? Да, сохраняется. Это как иристор. Да. И больше того... А почему это неристорит? Ну, потому что коммутирует у меня, и больше того, если вы обратите внимание, то модель тиринга, она... Модель тиринга тоже не мешает, это взгляновение, это точно решение реактивистской модели-киополи, в которой вы твердо знаете ответ на как констатная связь, она не бежит, и вы все контролируете. Это достижение последних лет, это точно интегрирование, препарат точно интегрирован, применён к модели телевизора. Она вся основана на том, что эти квантовое число сохраняется, ибо, чудо, вы можете вместо оператора храждения и уничтожения 2-3 квантов вот с этими операторами работать в каждой точке. Давайте поблагодарим докладчика и продолжим. Спасибо.